Небольшой видеообзор комбоусилителя ARIA AG35RX. Внешний вид комбоусилителя спереди, сбоку и сзади. Сзади мы видим вход для педали управления громкостью и выход на другую колонку или усилитель line-out. Также мы видим здесь предохранитель. Возвращаем. А, еще здесь можно обратить внимание на то, что снизу есть подключение к внешним педалям, либо использование внутренней реверберации пужинной. То есть в данном случае подключена внутренняя реверберация, то есть вход-выход, но можно включить любые другие устройства или педали. Для этого все, что нужно, это отсоединить вот такие тюльпаны и воткнуть их в педаль. Возвращаемся на переднюю панель. Данная панель состоит из двух частей. Это у нас блок дисторшн, то есть искаженный звук и блок чистого звука. При этом ручка управления реверберацией, она распространяется и на этот блок тоже. Чистый звук, громкость чистого звука, громкость, мощность дисторшн. Выбор блока, это блок дисторшн, это прямой звук. Также имеется эквалайзер трехполосный. И подключение наушников. Ну, сейчас посмотрим оно по поводу размеров. То есть он довольно массивный, 12-дюймовый динамик. Высота более 40 сантиметров и около 40 сантиметров длина. Значит, мы сейчас включаем чистый звук и у нас крутилка находится всего лишь на одной четверти. При этом реверберация на серединке. Сейчас мы убираем реверберацию, включаем дисторшн, то есть канал дисторшн. Очень мощный, поэтому с громкостью нужно быть крайне аккуратным. Ну, собственно, как-то так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова